на библейский портал экзегет пришел вопрос как уговорить бога дать просимое но немножко свешной вопрос на самом деле потому что бога не надо уговаривать бог рад давать нам все самое самое лучшее как он дал когда-то нашим прадцатам адаму и еве дал в управлении всю землю весь мир этот созданный им прекрасный и замечательный мир он дал им все и люди к сожалению отказались прелестившись посулами сатаны змея и с этого началась собственно говоря наша человеческая история господь рад дать нам все господь и дает нам все и наша задача не уговорить бога дать нам что нибудь а сказать словами молитвы которую каждый из нас конечно каждый день утром и вечером читает и перед обедом молитва отче наш а в молитве в этой содержатся великие слова да будет воля твоя как на небе так и на земле просим мы о хлебе насущным хлеб наш насущный даже нам месь и оставил нам долги наши я кужи мы оставляем должникам нашим не веди на свое искушение на избавь нас от лукавого это просьбы да это просьбы надо ли уговаривать бога чтобы господь эти наши просьбы исполнил да нет это господь нас уговаривает чтобы мы этими словами молились чтобы мы помнили о том что нам нужно в первую очередь чтобы воля божия на небе и на земле была благая и совершенная и господь конечно знает все наши хотения до того как мы их выскажем еще но он знает и что нам полезно и что бесполезно апостол говорит нам вы просите и не получаете почему дальше говорит следующее потому что не на добро просите иногда для нас это не очевидно довольно часто мы просим что-то что впоследствии может обернуться не очень хорошей стороной которую мы не предвидели просто когда просили у бога и господь довольно часто дает нам это а потом мы жалеем о том что это получили об этом очень много рассказывается и в священном предании самая известная история когда мать просит чтобы сын выжил а потом он делается преступником и действительно такое бывает я не знаю реальный ли это случай нереальный ну что-то подобное каждый человек может припомнить и своей жизни даже неверующие люди об этом знают они изобрели такую поговорку бойтесь своих желаний они сбываются даже не прося бога человек чего-то очень сильно желает и вдруг это желание сбывается и потом вдруг оказывается что это желание было такого сорта что лучше бы его вообще не было потому что она ведет каким-то очень и очень нехорошим и дурным последствиям в жизни так что у бога надо просить это можно и нужно и бог знает все наши желания прежде еще чем мы их высказали ему но всегда надо и добавлять эти слова из молитвы очень наш да будет воля твоя как на небе так и на земле внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео